ДОСАА в области сегодня это 411 первичных, 16 районных и им равных организационных структур. Численность более 24,5 тысяч человек. Цифра эта существенно возросла за отчетный период. В дружные ряды влилось более 5,5 тысяч жителей края. Созданы 95 новых орг структур. Отчетно-выборная кампания уже проведена во всех районах. Областное мероприятие – финишная точка этого процесса. Накануне мы провели отчетно-выборное собрание в 411 первичных организационных структурах, в 16 районных и им равных организационных структурах. Что касается руководства, то 10 председателей в районах переизбрано на новый срок, а 6 человек мы избрали новых председателей структур. Содействие органам власти в патриотическом воспитании подрастающего поколения – одно из важнейших направлений деятельности структуры. За пять лет было проведено немало масштабных мероприятий, посвященных важным датам. ДОСАФ – уверенный лидер и в образовательной сфере. К примеру, только водители для силовых структур здесь обучили порядка 2,5 тысяч. Успешной была работа и в спортивном секторе. Что касается развития очередной нашей задачи, государственно значимой, это развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта, то я назову цифры. За отчетный период два мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта Республики Беларусь, 39 кандидатов мастера спорта, 69 перворазрядников и 4 судьи высшей и национальной категории. Вот таков финиш, скажем так, вот этой всей работы. 214 спортивных секций мы, значит, соответственно, ведем, учитываем, ведем, организуем их работу, в которых занимаются по области 3787 человек – детей и взрослых спортсменов. Одним словом, задачи, возложенные на ДОСАФ, выполнены в полном объеме. И стоит отметить, очень успешно на протяжении пяти лет брестская структура – бессменный лидер среди областей страны. Однако останавливаться на достигнутом здесь не спешат. На будущую пятилетку планы уже есть, и они ждут притворения в жизнь. В патриотическом воспитании населения мы имеем дату 75 лет освобождения. К ней будут приурочены, соответственно. Мы имеем тесное сотрудничество с Российской Федерацией, с Самарской областью, в данном случае между областями, с Иркутской областью у нас взаимодействие организовано. Энное количество мероприятий будет проводиться в этом направлении. Мы тесно взаимодействуем и работаем сегодня с Белорусским союзом молодежи. Что касается подготовки водителей, то здесь задача – наше качество, качество и еще раз качество для того, чтобы именно вот этим слагающим победить, победить в добром смысле слова наших конкурентов. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.